Всем здравствуйте! Сегодня мы будем испытывать нашу вакуумную систему, собранную нашими ручками. Шаловливыми. Да, так. Ну давайте посмотрим, что у нас тут есть. Не стучись головой ген. Так. Вот эта система предназначена для нашего, собственно говоря, вакуумного насоса. Покажи его. Ага, китайченок простенький, дешевый. Ну и его достаточно. Лучше, чем любой другой насос. Есть также вот эта система. Любим слово система. Это ниппель. Ну ниппель для закачки воздуха. Автомобильный ниппель, он же Шрадо. Да, да. Ну для меня это система. Это моя система. А это, наверное, часы с кукушкой, да? Да, часы с кукушкой, да. Собственно говоря. Отлично. Так, давайте посмотрим, сколько у нас тут толщина стенок этого агрегата. Ну вот. Шесть, семь, семь. Так, крышечки. Двенадцать. Десятка, дождь, дождь. Десятка, дождь. Десятка, где-то так вот. Так, давай еще что-то. Как толщина сейфа, да все? Так. Все ставим. Крышечку обратно ставим. Так. Что с деревом? Что с деревом? Ну давай-ка попробуем сегодня простабилизировать. Плашечки клёна. Так. Ну так, ради эксперимента. Плашечки ясеня. Согрежь, как будто что-то еще есть. Плашечки ясеня. Ну, древесины вообще много, по идее. Всякая разница. В лесу растет. Так, давай замерим ублажность. Посмотрим, сколько у нас чего. Ну, десятка. С топочкой мерим почему? Потому что на 20 миллиметров глубина надо измерять. Именно так. Завесь их. Слушай, я вот так вот сейчас. Да, давай сбоку лучше зайди. Так, давай-ка замерим вес. Клен? Клен. 105,8. Ну, 105, короче, с гаскаком. Ну да, где-то так. С хвостиком. Что-то у нас. Так, и теперь ясень. 133 ясень. Ну, он побольше, конечно, полез. Так, ну что, давай. Это я уберу. Она у нас тоже, это 12. Да, чтобы, да, бы это все не мешалось. Если что, потом дольешь, чтобы аккуратненько смешили. Сейчас мы аккуратненько попробуем. Нет, одну плашку убери. Подожди. А, да, да, да. Стоп, теперь сую ее туда же. Я вот так делаю. Ну, может так. Может не так. Впихнуть не впиху. Ура, как говорится. Да, оставать на него уже капнули. Да, это ладно, ничего страшного. Так, подожди. Что ж, да? Она вниз-то ушла, у тебя не до конца ушла. Плавает уже? Да. Дави. Давай. Мы сейчас ее так... Она выталкивать, наверное, будет. Только мы грузик возьмем. В чем проблема? Его хватит. Я думаю, хватит. Думаю, вот так еще раз. Плюс она еще же там... Да ты пальцы-то уберил, сейчас у тебя в лоб ударит. Погоди, нет, нет, нет. Ну, смотри-ка ты. Ну, она же... А там глубоко, ты руками закрыл, я не видел. Ну, слой какой над деревом? Над деревом где-то сантиметром, да. Сколько тебе, она сосет. Клен-то может сосать прилично. Ну, давай так оставим, если чего. Конечно. Нет, я имею в виду, уровень пойдет ниже уровня древесины. Не очень хорошо это дерево насосется воздухом. Ну, давай мы его еще пониже тогда. Попробуем. Вот это его пониже, ниже уровня бутылки, что ли? Вот так вот. Ну, она пластик будет, да? Да, мы ее притопим и все еще. Семен, Семенович. Вот так вот. Ген, давай тогда за это. Бег живи, бег учись. Так. Сюда вот. Я инструмент уберу. Аккуратненько. А то у нас тут... Не роняем. Ты одной рукой туда только сможешь влезть. Я так думаю, мы сейчас его... Погоди, убери камеру. Убираю. Интимные моменты. Да, да, да. Оп. Практулок заработает. Есть. Есть. Есть касание. Есть на попи-шерти. Так. Давай, зажимай. Поехали. Зажимай, я имею в виду, там, скорее всего, прижать надо. А ты, кстати, показал там уплотнитель резиновый? Нет. Имеется уплотнитель. Вот. Но все равно, поскольку насосик слабенький, сразу он не схватывает. Мы его просто прижмем чуть-чуть. Давай, устроим. И подержим. Устроитесь поудовлению. Так, он у нас в включенном состоянии, да? Так, где у нас? А он сзади вот на него, наверное. Ага. Все. Вот я прижму, да? Да, уже помоги. Ага. Давай. Запускай. Поехали. Дожди немножко. Схватить должен. Конструкция не идеальная, конечно, в этом плане. Но зато, когда прижмет, ну, когда все, прижало. Отлично. Все, ждем. Ждем. А я сейчас поясню, поскольку я больше стабилизацией занимаюсь. Давай, занимайся. Я пока все это дело уберу. Давай. Я поясню. Значит, насос очень слабенький. Где мой шильдик-то? Вот. Сейчас постараемся навестись. Вот так вот. Ну, как сказать. Качать он его будет минут, наверное, 4-5. Вот так вот. Здесь нет смотрового окна. Благодаря чему конструкция сильно удешевляется. И плюс еще можно подавать давление мясовое потом туда. В принципе, даже обычным автомобильным насосом. Но лучше всего, конечно, компрессором автомобильным так быстрее будет. То есть вынести всю вот эту вот бандуру на улицу, поставить около машины и качнуть. Вот. Ориентироваться, насколько глубокий вакуум здесь, лучше всего по звуку. Вот сейчас вы слышите? Звенит, да, насос? А вот сейчас мы... Да, я сейчас перекрою. Тишина в студии. Все. Звон прекратился. Вот нам нужно добиться похожего эффекта. Причем следует учитывать, что эти насосы разработаны так, что они могут работать достаточно долго. Даже там полчаса, час. Нужно смотреть, вот как он греться начал немножко. Открываем и ждем. Я съемку... О, да, Ген? Да? Вот. Потому что, ну что, 5 минут показывать, как он звенит, как он получит? Да. Кстати, смотри, парта. А, парта, масляный парт. Уже там было пошло дело. Значит, нагрузка уже работает. Ну, не суть важна. В общем, включимся. Я покажу, какой он звук издает, когда уже там вакуум. Ну что, сколько времени прошло? Да так, минут 5 где-то. 5 минут? Да. Вот я сейчас уберу, а то пока мы эти 5 минут... 5 минут мы времени даром не теряли. Так, ну вот смотрите. Не сдержали. Слышите звук? Чуть-чуть-чуть позвякивает. Для сравнения. Вот полное перекрытие магистрали. Вот открытое. Ну, вот прошло 5 минут. Если его оставить вот так вот поработать, что, кстати, рекомендуется. У нас он слабый, потому что, ну, вот такой вот большой объем. Ну, постер отчинуть не может, и мы никуда и не торопимся, я надеюсь. Вот. Зато сюда можно запихнуть дерево. Очень много. На всю жизнь хватит, да, если стабилизировать частному мастеру. Вот. Потерял мысль, о чем я говорил. Да. Еще, вот он поработал, кстати, смотрите. Уже почти не звенит. Еле-еле. Вот выключаем. Все, да. Почувствуйте разницу. Разницы никакой. Ну, в принципе. Все. Все, что можно, он вытянул. Свои там, сколько, 150 микрон он дает. Он сделал. Вот. И в таком вот виде мы оставим, наверное, до завтра. Потом еще чуть-чуть докачаем немножечко. Вот эта штука вакуум не теряет. Мы проверяли. Никуда она не девается. Да, я? Ну, сколько мы? Сутки держат. Да, больше суток. Мы давление туда засадили, да? Держали. А потом под вакуумом держали. Ничего никуда не ушло. Вот. А потом посмотрим. Я еще покажу вам, как пользоваться вот это вот приспособление, вот этим винтом прижимным. Это для давления. Да, да. Это для давления. Уже все понятно. Вот ушки сюда заводятся, проушенные. Ну, так вот. И закручивается, да, генпоказа. Вот так вставляется. Чик. И здесь углубление. Раз, раз, раз. И, кстати, при желании, при желании, да, если нужно, вот как мы вначале, помнишь, на видео прижимали пальцем, можно было, в принципе, вот этой штукой ее прикрутить и дать вакуум. И все. И не варится. Да, ну, в принципе, ничего страшного. Я хотел показать, что это, что крышка сама по себе присасывает. То есть там она, ну, хорошо подогнана. Да, да, да. Ну, все, ждем до завтра. А мы пока как-то так вот. Так, ну чего, стоял он сутки. Ген, ты здесь? Открываем? Давай. Сейчас он еще немножечко постоит. И потом мы с помощью насоса загоним туда, да, воздух. Хотя бы пару атмосфер, чтобы это побыстрее было. Ну чего, оно у нас там постояло где-то часик, да? Вот. И что характерно, вот, уже не всплывает. Грузик я пока оставлю. Что я хочу показать? Я хочу показать дикое преимущество данной системы перед всеми остальными аналогами. Все емкости, которые вообще существуют, они построены на каком-то принципе садизма, чтобы их как можно сложнее было закрывать для высокого давления. То есть обычно там винтов штук 10 по кругу делаются, да? Вот я думаю, вы знаете, о каких экземплярах я говорю. Вот как это у нас делается здесь. Засекайте время. Все, она прижата. И причем одной рукой. Одной рукой, да. То есть для инвалидов это социальное дружелюбие. Так, раз, снимаем. Раз, надеваем. Я еще, тем более, здесь не вижу, потому что я снимаю. Все. То есть легко и просто. Сейчас мы это все дело качнем, оставим еще на вечер, наверное, да? А завтра поглядим, что получилось. Стравил немножко, ну ладно. Сколько давления-то? Почти 0,3. Ну открывай. Пизду. Давай что, стравливаем. Да. Да. Да ты сильнее, астрон, быстрее выйдет. Ну куда сильнее-то? Три атмосферы с чего это, Сигнягин? Там нет, и не дует. Нет. Заготовка-то. Нет. Вот наоборот, если бы он входил туда, воздух, это было бы хуже. Там бы струя воздуха внутрь била. Так что тут наоборот, ее нужно поосторожнее. Когда ты вакуум стравливаешь, открываем. Ага. Еще давит? Ну все. Открывай. Нет, нормально. Все. Да, стоим. Посмотрим сейчас. Вытащи, пожалуйста. Мы сейчас поглядим, как она там выглядит. Она стояла все выходные. Ну, на пол пока положи крышку. Да нет, я резинчик снял, чтобы не профугать. Лучше одной рукой. У тебя всегда, как эта, привычка старого гинеколога, сразу двумя руками и головой залезет. Поставь на пол тоже сюда, пожалуйста. Перед этой. Вот, смотрите, у нас это. Вот так вот. Ну вот. Аккуратно. Чуть-чуть, вот немножечко подвылезли. Но всосали они в себя дофига. Давай сейчас мы завесим их. Я прерву съемку, пойдем завесим. Поехали. Сейчас она обнулится у нас. Сейчас еще погаснем добавок. Так, утяжелители доставай. Вот теперь самый прикол, как оттуда доставать. Кстати, кориан случайно не пропитался этой фигней. А вот фигур. Как доставать? Они разбухли. Может быть придется перелить. Сейчас я снова прервился. Води. Сможешь одну вытащить? О, так. Есть. Немножко достечь ей, чтобы стекло стекает. Мы еще поставим. Вот так, да, пускай стекает. Только опознать бы, что это. Помнишь, мы завешиваем. У нас на них подписаны должны быть, по идее. Там осталось. Вес у них разный был. Ну, по внешнему виду решим, да. Не помню. Сейчас по рисунку опознаем. Ну что, кидай. Давай. И вторую тоже. Мы их парами завешивали. Кидай, кидай. Ничего, это не плутония оружейные. Слушай, одна уже 100 грамм. Вывод какой? Две штуки 200 будут весить. Привычка такая. Примерно. Немножко. С этим делом. Ну, как-то на столе-то гадить непривычно. Ну, 202, как я и сказал. Вот это у нас. У нас сколько было примерно? Без понятия. Потом посмотрим, я потом напишу. Да, потому что надписи стерлись, но по текстуре дерева можно понять. Так, давай, следующий. Давай, смотри, я в сторону убираю. Так, у нас главное, чтобы вот это вот дело не удалось. Так, и вторую партию. Погрешность будет 0,3. Да, сейчас. 0,3. А, да, фикс у нас не принципиально. Так, и эти две завешиваем сразу, да? Ну да, вот здесь мелкая такая эта. Тоже 202. Они все выровнялись, но одна из них больше взяла. Все равно вот у нас текстурка такая, по сравнению вот с этой. Здесь редкая полоса, а вот здесь частая. Сейчас определим, чего где. Ну что, пластички мы запекли. Клен, ясень. Как говорится, я как новичок, со стабилизацией особо не сталкивался, не занимался. Ну, я думаю, по большому счету нормально. У меня получилось хорошо. Так что, с этой штукой пользоваться каждый сможет. Каждому пригодится. Навыков не нужно. Да, и навыков особых не нужно вообще. Так что, всем пока, всем до свидания. Пока.